Итак, начнем с мысли Мусара Адравсимхизиселя Искельма. Хорошо вам известно, я думаю, уже 500 уже как бы у нас было высказано от его имени. Выдающийся праведник Асидский. Так он говорил такую вещь, что если человек потерял денег? Ребят, давайте мы вздадим оружие. Вот реально такая митсва будет, будет двойная митсва. Просто если мы отложим ради уважения ко Всевышнему, мы сидим, сзади нас, да, Рон Акодыш. На секунду, чтобы просто, да, если человек потерял деньги, а потом вдруг выиграл лотерею. Представьте себе, да, слушай, ограбили тебе сумку, вытащили, а там были там зарплата, да. Ты такой убитый, слушай, выиграл лотерею. Счастье вроде бы есть, но все-таки ты думаешь, ну, могло бы быть еще больше, да. Если бы эти деньги не потерял, было бы больше. Но, если кто-то, если ошибка человека в жизни, сложно перевести, повышает его усилия достичь духовности, тогда даже потеря может превратиться во что-то позитивное. То есть в духовных вещах, казалось бы, да, я ошибся, я сделал потерю, я ел это некошерное, да. Но теперь, когда я осознал, как это плохо, да, я больше так не поступлю. Тогда что получается? Удивительно, да, это загадка Чувы, что твой проступок стал самым великим, хорошим, что было с тобой в жизни. Ведь после этого раза ты больше никогда не нарушил кашрут. Да, то есть ты оступился, но именно это, да, именно это. Девочка не слушала маму с папой, делала, как хотела, делала, а в итоге один раз закончилось все очень плохо. Она долго-долго плакала и осознала. Так она поняла, что, да, в этот момент, мне, видимо, нужно было в эту грязь упасть, чтобы что-то понять. Шива еполь садик. Да, семь раз упадет праведник и встанет, написано в Таилим. Не то, что все праведники падают, да, а то, что, чтобы стать праведником, ты не можешь не упасть, да. То есть путь вверх, он так или иначе идет через падение. Я сорвался, я не смог, я был не слишком внимателен. Я винил других, да, в своих проблемах. А он виноват, должен был мне сказать, не сказал, я поел. Да, мы ищем, но проходит время. Проходит время, и это и есть наш рост. Потом мы переосмысливаем вещи. Какие-то вещи мы верили в детстве. Сегодня мы понимаем, что это был немножко такой, да, детский взгляд. Мы учимся у мудрых людей, у тех, которые постарше. Говорит Абзис Вискельма. Так вот, рассказывает такая история. Человек, который не имел возможности учить Тору с детства. Есть такое понятие Тинокша-Нижба. Тинокша-Нижба, на самом деле, как бы в наше время таких очень много. Но вообще, как бы это идет, берет из геморрой. Раньше воровали еврейских детей. Воровали с малых лет, совсем еще детей. И воспитывали их в гуевских семьях. И эти дети вырастали, они еще не в Азрах были. Они нарушали шаббат, но они просто не знали, что есть такое вообще шаббат. И да, так и называется Тинокша-Нижба. Но человек, которому родители не дали возможности учить Тору. Совершенно не соблюдающие родители, светские какие-то, да. Но вот этот человек, когда сам взрослеет, он должен дать себе доступ к изучению, постижению святости, да, вещей, связанных с духовностью. Так вот, путь, что является для него стимулом в этом? Поиск истины. Сказал Раби Искотска, что люди перестают искать истину из-за своей лени. Что мешает нам искать истину? Ребята, чтобы вы знали, да, мы соблюдаем шаббат, мы кушаем кошерное, не потому что это полезно. Мы молимся о Шему, не чтобы денег больше заработать. И Тору мы учим. Для чего мы все это делаем? Знаете почему? Потому что это истина. Очень просто. Это истина, все остальное ложь. То есть, понимаете, можно жить во лжи, но у этого мира есть творец, создатель. Он меня в этот мир привел. А значит, он чего-то от меня ждет. И перед этим создателем мне рано или поздно, через 120 лет предстану. То есть, это истина. Нет Австралии. Я ее никогда не видел. Не знаю, слушай, ну как же? Вот она на карте, тысячи людей там были. Нет ее. Я ее не видел. Я ее не слышал. Я живу в своем городе. Нет ее. Ты можешь жить во лжи. Ты можешь научиться игнорировать очевидное. И большинство людей, на самом деле, я не верю, что есть атеисты. Есть люди, которые научились игнорировать. Знаете, я кого-то не люблю, да, вот в комнате. Я перестал с ним здороваться, потом перестал с ним прощаться. А потом, знаете, что пройдет время, я научусь не видеть его. Он у меня исчезнет. Люди очень хорошо умеют игнорировать вещи. То, что мне не нравится, я просто перестаю замечать. Атеист человек, который просто научился, он просто игнорирует. Все в случае, все само в случае. Я сам себе бог, сам землю вращаю. 20 лет назад ходить не умел, а вот сейчас я всех буду жизни учить. И не было не людей-мудрецов до меня, а мудрецы. Я тоже мудрец. Смешно. Игнорировать, сколько ты сможешь жить во лжи. Ребята, все, это поиск, современная кисть. Человек должен, какой бы он не был. Тинок Шанишба родился в Тибири. Где бы он не родился, он должен искать истину. И когда кто-то пытается выдать ему истину за истину, поиск истины – это челлендж. Это как сказать, задавать вопросы на эту истину. Обратите внимание, весь наш Талмуд. Нет такого. Вопрос такой, ответ такой. Два дафа, ты ломаешь голову. А это так, а это так. Для чего все это? Истину надо проверять. Поэтому наш, слава богу, Тора, она приветствует вопросы любые, даже до которых мы не додумались. То есть истину нужно, ее нужно постоянно проверять. А это действительно так? А человек как? А, ну что, кто мы там по религии? Ага, понятно. Это, значит, в это надо верить. А это так. Хорошо, все, пошел зарабатывать деньги. Подожди, секунду. Это определяет весь смысл твоей жизни. Ты вот так вот на слово за две минуты. Не, ну я слышал, что бога нет. Мне еще в третьем классе сказали, что Дарвин, и все. И все. То есть как бы, а то, что сам Дарвин говорил, что он неправ. Люди принимают это сразу. Как это так? Как ты можешь? Как это настолько важно? Это не что-то еще в жизни. Это сама жизнь. А ты взял, принял это на слово. Два слова проверил. Тетя сказала, дядя. И даже книгу не открывал. Если это действительно так, ты бы разве к этому отнесся? И вот следующая история об этом говорит, что однажды была история, что Рэбби подошел к одному рыбаку и сказал рыбаку, скажите мне, что вы знаете о Боге, о Торе? Да, еврейский рыбак. Извиняюсь? Который выиграл Евровидение, да? Нет, не об этом. Еврейский рыбак рыбачит, подходит к нему Рэбби и говорит ему, как тебе работает ассоциативный ряд, я поражаюсь. Который на стене весь. Рэбби приходит к рыбаку, говорю, пожалуйста, да? И говорит ему, что ты знаешь о Торе? Что ты знаешь о Боге? Рыбак чисто признается ему, говорит, Рэбби, ну я человек простой, я вообще далек от всего этого, не Тора, да? Не Бога, откуда, говорит? Мне, говорит, надо кормить семью. Тогда Рэбби внимательно посмотрел, немножко по такому написано, я слышал историю, да? Рэбби посмотрел на него, говорит, да, говорит, скажи мне, у тебя такая сеть, да, ты ее плетешь с определенного материала, какая-то должна быть более для глубоководной рыбы, какая-то должна быть более тонкая, какая-то должна быть, наоборот, более крупная, и есть разные сети для каждой рыбы. Он говорит, да, да, и как ты все это выучил? Он говорит, не, ну как, нужно было что-то кушать, надо было как-то жить. Так я смотрел за другими рыбаками и всему набрался. Как сказал ему Рэбби, тебе не хватает одного. Если только ты понял, что духовная жизнь имеет такую же важность, как физическое существование, поверь, ты бы нашел, ты бы искал. И это на самом деле отличает предыдущее поколение от нашего, ребята. Наше поколение – это поколение одноразовых вещей. От пластиковых стаканчиков до пластиковых отношений, до всего. Раньше люди, они могли поспорить реально, вот сколько китайцев? Полтора миллиарда? Не, миллиард. Ну, они прямо, сегодня, что, полтора? Ну, а пусть будет полтора, пусть два, три. Лишь бы меня не трогали. Люди, они как бы, они не вступают, не принципиально. Ну, бог с ним, ну, хорошо, ну, будет так, будет это. Много. Понимаете, люди, да, остановились. То есть они в своем поиске истины очень-очень слабоватые. Они, то есть, как бы, да, на полпути готовы готовы свой поиск прервать. Окей. Об этом можно говорить вечность, но Сэму здесь, поэтому неудобно. Нужно начинать Аллаху. Иначе он сейчас начнет. Сэм, ты готов, брат? Да, брат. Итак. Помните, мы с вами обсуждали, какие ошибки нужно исправлять. Балькуре читай Тору. Да. Какие ошибки нужно исправлять, а какие ошибки можно пропустить. Все гораздо суровее, чем даже мы с вами объяснили. То есть, прям все очень строго. В прошлый раз говорили, если человек перепутал благословение, да? Да, вопрос? Если смысл не меняется, того, кто Хазан читает Тору, можете Хазана не исправить. Если что, если нет сомнения, что он... Если смысл не меняется, смысл прочтенного, если не меняется, Аллахе говорит, что не надо Хазана лишь не нас поправлять. Это цирка до цифра. Боюсь, что это ошибка. Говорит Аллаха. Шалех Цибур, шита бекриата Тора. Мы просто заглянули немножко вперед. Мы еще не дошли до этого Симана, но раз уже упомянули. Шалех Цибур, который ошибся при чтении Торы. Афилу таутше эйна и нян миштане. Даже ошибкой, которая не изменяет смысла. Кегон. Как, например, Кара Аврам вместо Аврагам. Я нашел Аврам. Речь идет про Аврама. О Амар Ве Им бимком Ломар Им. И если вместо если. Понятно, смысл не поменялся. О Мицра Им бимком Мицра Им. Мицра Им с двумя ютами, Мицра Им с одним ютами. Векайо и Цебазе Махазирин Ото. Надо его остановить, пусть перечитает. Причем он не приводит споры на эту тему. Аваль, бета тааме Амикра. Но если он ошибся в тааме Амикра, только если он ошибся в напеве, Дарга Теви, Раузел Дарга Хеви. Ошибся. Да, сделал по-другому. Это Эйн Махазирин Ото. Только в таамим мы его не возвращаем. И причем еще есть два таамим. Есть Этнахта и Соф Пасук. Где тоже нужно его прервать. То есть конец пасука и восклицание в пасуке. Этнахта называется. Этнахта. Да, Этнахта. Тоже нужно. И тут он будет говорить про то, как важно даже таамим подготовить, чтобы не ошибиться. Поэтому сейчас мы будем отдельно. Это целый симан ошибок. Хаза больше по этому поговорим, но оказывается все далеко не так просто. Я даже не до конца понимаю. Мицраин, Мицраин. Да, или там Ваим. Ну Ваим, окей, буквально пропустил. Смысл не изменился, тем не менее, Махазирин Ото. Шалих Цибур шейно низар литбол леокора мотарлу дакатхила до шамешки шалих Цибур, лекреа татура вахазра татура зму. Так, а коры бетона, где мы остановились в прошлый раз, к сожалению, за оклад нея, кишаулам беда Квеса тугу гадоль врахав, ручим лейшмел цибур криа татура. О, в будни Хазан читает Тору. Синагога большая. Можно ли пользоваться микрофоном? Ответ? Нет, конечно. Микрофоном? Да. Микрофоном нельзя пользоваться? Можно. Мы учили Мегилат Эстер, который очень часто трещится с инагогой от людей, огромная вся переполнена, реально Хазан бедно надрывается, и очень большой соблазн на пури можно включить микрофон. Ешлахэм альмаши исныху. Люди, которые так делают, им есть на что положиться, и даже в Мегилат Эстер можно читать по микрофону при одном условии. Если ты находишься на таком расстоянии от Шалия Цибура, что если бы не было микрофона, ты все равно был бы в состоянии услышать его голос. Тогда, даже если ты реально не слышишь его голос, ты слышишь переработанный голос микрофона, ты ее цель. Потому что ле Аллаха, голос, который выходит из колонки, это не голос человека. Поэтому шмуна и сре, как мы молились по зуму, когда были страшные времена, хотя, наверное, сейчас еще страшнее, но просто изменилась, изменился, да, реакция на это изменилась. Но были страшные, мы сидели дома и мы молились по зуму, не работает это. Отвечать амэн, отвечать барху по зуму. Не работает. Это другое. Это не человек, да. Это сигналы, которые транслируются в электрические импульсы, которые летят со скоростью света, а обратно через мембрану снова переходят в звук. На самом деле, да, это не твой голос. И поэтому говорит Ялгут, что можно и есть на что положиться, если есть 40, если есть необходимость использовать колонки. И можно отвечать амэн, и можно отвечать барху, который идет через такие колонки. Усилители. Убифраты шалекцебур магвир эт колови ехолим нишмо этакрия, гамбила дай арамкольши и в скобочках. Да, в частности, если шалекцебур повысит свой голос настолько, что даже если бы не было колонок, был бы слышен его голос. Но в чем разница? По радио, если ты его слушаешь, ты не выходишь. Сразу понятно, почему. Через колонку я выхожу, а по радио не выхожу. Разница как раз в том, что даже если бы не было колонки, я бы слышал его голос. Но по радио тоже, хоть это все одновременно, скорость света, буквально слышишь то же самое. Ты звонишь в Америку и разговариваешь с человеком так, как будто он здесь. Есть небольшая задержка, но... Радио, например, что ты по факту его голос не слышишь. Ты слышишь только радио. Но даже если в синагоге ты стоишь на таком расстоянии, что если бы сейчас выключили колонку, ты бы его не услышал, пусть с колонки ты его слышишь. Ты не выходишь в Мегелат. А то надо знать. Если ты находишься в студии и ты говоришь, то все уходит. Да, если ты его без этого хотя бы мог бы слышать, то достаточно. Шалей Ахцебур, шейну не зарлит боль, когда окей. Шалей Ахцебур, который не принимает Мегу, то можно окей. Такие требования к Шалей Ахцебуру, что мы сейчас перестанем хазанить. Знаменитый Аллахам, мы все ее знаем. Если человек допустил ошибку в пасуке, в котором было имя Бога, что он должен сделать? Заново прочитать весь пасук. Но при этом, если он имел Исей, надо закончить пасук и прочитать его заново. Имя Бога еще раз должен сказать, получается. Да, но ты говоришь, Вайдабер, Муса, ошибся, слово Муше неправильно почитал. Эда Эль Ашем сказал, тебя остановили. Нельзя сразу возвращаться на Муше. Закончи пасук, вернись и прочитай его заново. Тогда, конечно, можно сразу переходить на ту ошибку, где ты сделал. Если сказал имя Бога, некрасиво закончи пасук. И то же самое, когда мы учимся, или там цитаты, нельзя остановиться на имя Бога, искал имя Бога, дочитай пасук до конца. Но, говорит Алкут, Митсадададин, хочешь тебе сухой закон скажу, даже если ты половину пасука с именем Бога прочитал, и сделал ошибку, или такого рода ошибку, вернись сразу, не обязательно дочитывать, можешь просто перечитать пасук. Как положено, это не то, что прямо ты сейчас сказал, что ты прямо сейчас сказал, хоть ты и прервал пасук на имя Бога посредине. Мейкар один. То есть человеку убивать за это не надо, если он так поступил, но в идеале, дочитай до конца, вернись, скажи пасук снова. Когда Балькорей готовится, особенно когда он не готов, ему вызвали к Торе, он может перед... Ольет, он читает, читает, быстро готовит это самое, так ему можно несколько раз прочитать один и тот же пасук с именем Бога, столько раз, сколько ему необходимо, пусть не переживает за то, что он много раз повторяет. Мы это знаем. Да, когда ты учишь, можно много раз, не переживая за это, что на языке, когда учишь Тору, правильно, Давид говорит. Когда он учил, тогда без имени Бога, и по-моему, что он сказал без имени Бога. Вот, поэтому нет, детей всех учить надо, надо учиться, учись. Имя Бога тоже надо учиться, правильно произносить, различать. Вы бы подумали, что в очках Тору читать нельзя. Почему, Адам? Почему ты думаешь, есть свара, а ваамина, что человек в очках, для зрения, не может читать свиток Тору? Может быть, есть такой закон, что нельзя читать Тору, наизусть. Поверьте, вот, да, наш Рав, который читает Тору, Рав Абдер, да, он знает, уже 30 лет читает, закрой Тору, как бы, закрой, он главу тебе до конца дочитает. Но если одно слово, обратите внимание, он читает, 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 и раз нужно перекрутить, он останавливается, перекручивает, берет и читает. даже одно слово, ты прекрасно знаешь, как заканчивается посуда, это что-то супер, нельзя тебе одно слово сказать наизусть, читать из Торы, читать из Торы. Теперь, ты мог бы, мишкафай, ну, хорошо, я в очках, кто-то в очках, это не похоже на то, что человек читает наизусть, чтение через очки, это не называется чтение, какое-то не чтение, это считается чтением из свитка, и не нужно устрожать, снимать очки, и пытаться, да, читать без очков, нет в этом устрожения, но раз это обсуждается, значит, да, это есть такое, это обсуждение, мы-то читаем психолога, если это здесь, значит, об этом реально идут вопросы, да, что является, видишь ли ты сам текст, или это уже измененные, лучи, преломления, и прочее, прочее. А Рававнер читает с очками, или без? Всегда, обрати внимание, что Рававнер делает? Еще одни один. А, еще один? Нет, ну, Альберт, темные очки, только в солнечных, нет, нет, конечно, читает в очках, все, наоборот, он говорит, не устражаем, не устражаем, то есть, нет в этом устражаем, не надо ломать, поднимать очки, чтобы читать, не делай, потому что то, что ты видишь через очки, это называется истинное видение, это не называется что-то измененное, или не, афилу и маю, а мишкафаем, каим, кэгон, мишкафей, шемеш, выходомэ, даже если это были солнечные очки, которые затемняют, такое, кто у нас читает в солнечных очках, торо, не читает? Не читается. Ну, Равваде мы знаем, кстати, у него были проблемы со зрением, он носил, у него сверхчувствительные глаза были. Не, не является проблемой, то есть, не такие, не такие. Но, например, нельзя читать торо с зеркала. Если перед Сеферторой поставить зеркало и повернуться и читать ее с зеркала, то есть, отразившуюся торо в зеркале, так делать нельзя. Почему? Это зеркало, что порой? Какой шаббат в зеркало, в шаббат смотреть нельзя? За зеркалье. Подожди. Почему, если перед Сеферторой поставить зеркало, Давид, нельзя читать в зеркало? Во-первых, надо будет в зеркало. Это не так же, потому что свое отражение кого-то начитает. Это так же, как звуковые волны. То же самое здесь. Это получается, свет отражается и это уже отражение света не самоотрублено. Нет, там, 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 это не очки. Понимаем разницу между очками и зеркалом. даже картины перед собой ставят, которые происходят, когда борешься. И так же отражение себя. Ну и отражение себя тоже. А в тех, что зеркало это не единство, да? и так, то есть, то есть, зеркало, если с одного стороны зеркала снять серебро, то получится прозрачное стекло. Как только ты покрываешь одну из сторон серебром, да, это превращается в зеркало. И тогда ты начинаешь видеть свое отражение. Отражение не есть прозрачное стекло. Смотрите, прозрачное стекло это рэйя, в зеркале нельзя. Несмотря на то, что он прекрасно видит, очень хорошее зеркало, чистое, прекрасно отражает, можно реально почитать. Нельзя. Если Сфарадзи случайно забрел братьям Ашкеназид. Вопрос. Как выйти живым? Нет. В шаббат или в йом то. В шуме крият Сфер Тора. Ему услышит Сфер Тору Пашки-Наски, как считает Сфер Тору Пашки-Наски, когда он оладет от Тора Теймани, в крият Теймани. Нельзя дейхолад. Кишем ябин это лошон на михта. В хен леф и кара в рак бешавет по рашет Захор. Нахон раул нешмой от крият. О, нет проблем. Кишме крият турак шам и вин это лошон михта. Яца я дейхолад. Выходишь полностью. Единственное, когда нужно постараться устрожить, и так мы и делаем здесь, это на Парашат Захор. Авра Вавнер читает и по ашпенаски, и по сифарски, и по Теймани. Три нусаха он читает, он все знают, он выучил, он так читает, что Сфарадим так вот тут вот тут Парашат Захор Митцват Деурайта, то, что Мушет постановил, что мне были без Торы, понимать, главное, о чем идет недельная глава, достаточно. Теперь Парашат Захор желательно послушать Тору Мивта Сфаради. Бейт кнесет шел Ашкеназим Амит паралим Викурим Бетураб Миташкеназим Если наоборот в ашкенаской синагоге читают Тору по ашкенаски, и вдруг кто-то прочитал вразрез с их обычаем Тору в шаббат например по-сифарски или наоборот тоже вышли потому что произношение ровно как и распев не влияют на наоборот не влияют на вишел в запад визер не амин шекроем в ашкеназим в ашкеназим мутар лак отхила лак ровно тора в ашкеназим в ашкеназим оке если в сифарске синагоге по каким-то причинам бе бе корим бе тора дарах кева на постоянной астово читают по-сифарске например нет никого кто умеет читать читает один ашкеназ и он читает по-ашкеназим может быть наоборот ашкеназим единственный умеет читать он сифарадим он читает по-сифарадим постоянно у них читает по-ашкеназим по-ашкеназим нет у них обязанности искать способ изменить научить читать по-ашкеназски как они привыкли по-ашкеназим шки по-ашкеназим я когда учился все два года читал там в каком пасе пасе исповедь окей с импразицией именем бога есть разница самая существенная это камаз потах что у вас родим не так сильно чувствуется разница а который чуть-чуть по просто более короче большая разница и это влияет на имя бога когда мы говорим имя бога имя бога сильно меняет звук да то есть как ашем амона и при детях здесь такие вещи да мэзо инойс окей там да который молился с ашкеназами вызвали кторе всем актуально пусть читать благословение на тору по-сифарски и особенно когда говорит что машин стыдно да просто а мойной да а он такой не надо стесняться на себя по-сифарски особенно имя бога надо произнести по-сифарски да у нас свой бог нет но имена звучат по-разному не надо переживать надо прочитать по-сифарски да су лулашал и запрещено ему изменять имя всевышнего бэхолам камина гашкеназим понимаете есть еще одна вещь называется холам холам что такое холам это буква это буква холам это точка как это считается ой ва с точкой это о а холам это ой получается а мойной вот это большая разница это большая разница обратите меня у сфарадин всегда на дивре да они как они везде где эй ой просто ой даже там где нету буквы ют а мойной как будто там есть ют его там нет вот с холамом как бы да не стоит свои должны не читать холам это сильно как бы уже это где страница есть коляка вот так и надо читать и страниц такой нет надо читать по-сифарски без буквы ют даже если его просят говорят читать пашкинаского не должен слушать должен читать как нельзя такие вещи менять тоже сильные изменения окей окей есть на кому положиться решением да такие вещи важно человек который выходит который должен сам тихо читать вместе с хазаном важно не смотреть по сторонам ты вышел к торе за тебя читают но ты должен следить прямо когда он не просто показывает да яд это очень важно чтобы человек он может не успеть сбиться читать и шепотом проговаривать слова громко тоже не надо отмечаешь сюда шалек цибуру балькоры читать недостаточно ему только слушать на шалек цибуру бы там шумео кеоне недостаточно если случае мы сказали когда можно положиться на шумео кеоне это когда нет во время чтения торы когда действительно нельзя читать шепота можно просто слушать что мы сказали нет нет шумео кеоне тоже проговаривать тоже вызвали читать когда он не может говорить когда вызвали койна во время когда он не мог выйти он на самом деле должен был выходить а я не посмотрел и не спросил и уже назвал его имя он не может прерываться но если вы вызвали назвали имя он обязан выйти к торе и тогда он прерываться может только по минимуму браха браха после и он не может читать шепотом он просто полагается на шумео кеоне должен ну вот должен стараться смотреть да не 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 должен взять и следить смотреть просто закрытым ртом более того это настолько важно что знаете человек который не читает шепотом ребята вот это запомните если ты не читаешь шепотом когда тебя вызвали ктория есть хашаш браха леватала твои брахот возможно леватала ты ты говоришь браху а он читает я сказал ты кушаешь да что и как это работает в элефиках и поэтому будет обязанность любого бальку рэ заострить внимание вызвано в акторе к этому к этой вещи в ее марла гэм лифнейши варху искать им до благословений ше игру ему балахаш и вы сейчас скажете благословение пожалуйста читайте со мной постарайтесь за мной следить и проговаривать слова повторяйте за мной даже если вы не умеете читать повторяйте шепотом за мной слова это крия если они послушают его прекрасно если они по какой-то причине все равно этого не сделают повторять не надо окей но предупредить ты обязан предупрежден несмотря на то что в наше время не принято есть кто вообще не вызывает по имени просто без имени без имени и это распространено почему потому что из опасения мы говорили что ты назовешь имя а человек не может выйти и получится как с тем коином ты же не можешь узнать где кто находится называешь имя а человек не может выйти так тем не менее нельзя вызывать сына и отца одного за другим ошны ахим или от двух братьев одно мишум айнра есть такое понятие айнра ты мог бы подумать но я же имени не называю кто знает что они братья или это отец и сын нет все равно нельзя потому что в итоге все равно скажут миша берах а миша берах и будет их имя и все поймут кто чего все их знают не надо такое понятие айнра не вызывают родственников двух подряд двух братьев нельзя вызвать вместе или сына и папу надо сделать что между ними был перерыв и кого-то не дай бог делают не ну что кого вызывать кто-то это работа габая габая должен выяснить копай должен копай это его работа он должен за этим стыгид и шарко ах 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 а в Продолжение следует...